всем привет снова я в эфире спасибо кто вернулся еще раз посмотреть мое видео но это наверно сейчас у нас будет такое а во первых всех поздравляю с 8 марта потому что я записываю это видео именно 8 марта желаю всем девушкам множество прекрасных покупок город цветов украшений прекрасных поездок ну конечно же крепкой любящей семьи надеюсь что вы будете дальше со мной и сегодняшнее видео у нас будет наверно одно из самых любимых таких категорий которые у меня есть наверно одна из единственных категорий которые у меня есть это фэшн холл то есть это покупки сначала я хотела сделать пэрис фэшн холл потому что я недавно была в париже и кое-что там купила но потом решила в принципе включить сюда все за последнее время то есть начиная с предыдущего холода и тогда буду показывать постараюсь опять разделить на масс-маркет по магазинам и потом какие-то сайты и более дорогие бренды ну начнем кстати не забываем про кофе кто в курсе я начала сидеть на кето диете в этом кофе у меня двадцати трехпроцентные сливки но я развела их водой потому что кофемашина не справляется с такими сливками их надо делать немножко пожиже у меня был ланч 12 часов и в следующий раз я буду кушать в осень вечера теперь о покупках всеми любимая зара начнем с более давней покупки такая футболка вы ее могли видеть уже у меня в инстаграм я одевала с кожаными брюками и широкими такими ботфортами у нее очень очень длинная такая широкая бахрома вот в принципе я думаю что она будет смотреться даже классно какие-то короткие джинсовые шорты на велосипедке как это сейчас модно обычная хлопковая футболка я взяла м в принципе я могла конечно взять теску поэтому я уже поняла она довольно таки объемная вот я уже подколола здесь рукав как я люблю надо его конечно подшить потому поскольку я торопилась я это сделала на булавку вот они по-моему есть на сайте текущая коллекция но такая веселая бога рок-шик штучка следующая вещь зары который также заказал с нашего российского сайта вот этот прекрасный свитер веселый очень красивый такой он видите очень фотогеничного красиво смотрится на дневном цвету он сто процентов хлопковым хорошо связан тем более вот эта вот история с такими пячес да такой немножко а-ля бабушка вязала кусочки цветочки еще бывают такие квадратиками модная такая тема вижу это у дизайнеров таких люкс да у сегмента этот свитер я вылавливала я стояла как бы ну не на очереди как notification да и когда он появился я сразу купила я заказывала два свитера на примерку м и с взяла в итоге м хотя он огромный видела такой прям очень-очень широкий просто потому что он чуть подлиннее потому что он очень-очень укороченный и эска прям вообще живот был наружу а следующая вещь из зары но эта вещь была я я ее заказывала с доставкой в париже в отель она была у нас но когда я на сайте появилась нотификация что это вещи из стоки пока я я была в тот день занята я работала и чем когда пришла домой была готова оформить заказ ее уже не было это вот это платье это по-моему тоже хлопок вискоза что-то такое может быть даже немножко лен то есть хороший натуральный состав она двойное внизу есть еще вот такая вот стучка я боялась что это будет синтетическая рубашка нет это тоже вязаный очень приятная такая мальчика удлиненная да то есть как бы нижнее платье вот вот это платье вот как бы вот так в центре вот у него такие банты можно регулировать тоже высоту лямок карманы длина миди есть разрезы по бокам очень такая мне кажется прям томная летняя жаркая тема с какими-нибудь сандалиями на плоской подошве тонких ремешках можно повесить много-много каких-то плохо украшений там с кисточками из каких-то голубеньких камешек из камешков из бирюзы из ракушек большие очки может быть соломиная корзина будет очень красиво жду когда смогу уже надеть платье очень мне нравится я взяла размер м чтобы она не обтягивала я хочу чтобы она прям висела подчеркивая худобу если такая имеется еще одна вещь и зары будет но она у меня лежит в коробке с украшениями я вам покажу когда доберусь до украшений следующий у нас пойдет и чинем это я купила просто во французском и чинем я зашла в магазин это чинем тренд а белая футболка но она такая немножко знаете на ощущение как будто синтетическое но это вискоза то есть она такая более такой технический материал что ли не хлопок вот и она я просто очень любила футболки покупаю много и часто потому что они быстро теряют свою белизну и вот я их меняю и вот такая вот немножко более upscale да такая чуть-чуть вот как бы интереснее чем обычный хлопок вот так вот у него будут подкатаны рукава меня белая футболка спасает любой ситуации когда я не знаю что одеть например поджакет и джинсы следующая вещь это наши чинем заказывала онлайн это вот этот свитер который был уже на некоторых блогерах западных у него такой красивый рукав он длины такой достаточно приличный то есть его можно носить с леггинсами это хлопок сто процентов он достаточно такой толстый вот это хлопок сто процентов может быть у него чуть-чуть есть какая-то добавка же давайте чтобы я не обманывала да 75 хлопка и 25 полиомид но при этом он как бы выглядит и ощущается как хлопок то есть он приятный он тяжелый он объемный я взяла размер м при том что свитер уже идет оверсайз сначала я заказала размер эль но это было в принципе платье и конечно с такими свитерами тяжело с верхней одеждой да ты не знаешь что одеть когда такой рукав и вот потом я его поменяла на м то есть на сайте был м я заказала и вернула эльку вот планирую носить с узкими джинсами или плотными леггинсами вот но видео в нем фото в нем уже кстати вы могли видеть у меня на инстаграм еще одна вещь язычная тоже с нашего вот такой очень крутой свитер обожаю этот цвет холодный такой зеленый можно сказать что этот цвет свежей травы но он не теплый он холодный чуть-чуть более насыщенный он весь в дырках вот у него на рукавах тоже видите маджет такой драный это сто процентов хлопок у меня есть два похожих свитера но они более плотные из такой круп крупный рубчик прошлогодней коллекции мужской тоже h&m они очень похожи на изи от kenny west ну конечно другой ценник этот свитер стоил умение цены потому что это онлайн заказ но он недорого стоил по моему полторы тысячи если не ошибаюсь и по моему в тот момент действовал какой-то промо код он достаточно длинный его тоже планирую носить может быть с ледницами и людскими джинсами можно даже попробовать на какую-то льющуюся такую юбку типа вот как у меня джанни до белых черный горошек может быть даже пояс можно сверху надеть вот похоже свитера сейчас есть и mcgm но они все таких розовых тонах желтых немножко тай-дай они очень красивые мне кажется не поплотнее ну и цена кач другая но пока я собираюсь с этим свитером поиграться следующие две вещи зачем ему это у нас будет точным студию у меня было два заказа я вам сейчас расскажу в принципе историческим студию одну вещь когда я увидела на блогерах и анонс коллекции я знала что я не смогу без нее жить что она мне обязательно нужна я связалась с подружками в европе знакомыми байерами кто может купить кто может достать и я узнала что коллекцию можно будет покупать в момент начала показа в париже то есть я была за компьютером и я смогла заказать эту вещь в принципе смогла оформить два заказа то есть первом заказе я заказала только вот эту мою любимую вещь который сейчас покажу я заказала два размера потому что я не хотела рисковать я хотела быть уверена что она у меня будет а вот я сделала правильно потому что в принципе размер который мне обычно подходит когда пришел он казался очень большим и второй размер я заказала более маленький и я была права то есть он мне подошел вот и второй заказ я уже заказал более спокойно какие-то вещи из по моему четырех вещей оставила одну то есть в итоге у меня было шесть вещей в двух заказах я оставила всего две вещь за которой я гонялась это вот эти босоножки ну как гонялась то есть в итоге я купила сразу же с первого раза сама без посторонней помощи ни на каком преселе просто официальные продажи на соотече на то есть босоножки с маленьким каблучком конечно же мне нравится потому что они очень похожи на прошлогодние босоножки с или через пальчик который тоже вокруг ноги обвязывается эти на мой взгляд немножко даже поудобней потому что у них есть вот эта перепонка и они очень хорошо держат ногу вот у них красивые такие клепки сбоку это кожа полностью красивая бордовая подошва и на свой 37 5 я обычно беру 38 всегда обычным эти босоножки меня 37 как ни странно вот и они совершенно не малы то есть у меня был заказом 38 37 я оставил себе 37 очень мне нравится будет очень красиво зарядиться под платье миди с удовольствием буду носить так что это такая покупка скоро и следующая вещь которую я оставила это вот эта рубашка я в принципе очень скептически стал в последнее время относиться к лимитированным коллекциям H&M они очень таки хайповые 5 минут и потом уже они настолько надоедают и просто настолько приглядываются что уже приедаются да что ну уже не хочется носить то есть очень быстро проходит мода на эти вещи если так можно сказать вот поэтому я покупаю очень мало очень аккуратно некоторые коллекции могу вообще полностью пропустить и вот но здесь я заказал эту рубашку и она неожиданно мне понравилась я была уверена что я верну она такая прям стиль изобельмаран вот здесь смешение ткани такая более плотная как почти как ну джинса можно сказать да и такой тонкий батист вот здесь у нее кнопки затяжки затяжки на рукавах везде вот как бы можно завязаться сбоку такие разрезики то есть все это вот болтается в движении прям очень очень нравится это блузка мне кажется я буду очень много носить вот для меня она не ассоциируется с H&M и хотя я очень люблю этот бренд просто это красивая летняя вещь отличного качества и конечно по разумной цене я взяла размер 38 я бы даже 40 могла взять мне нравится когда такие вещи большие будет еще одна покупка из H&M она тоже будет в коробочке с украшениями вот поэтому я вам покажу ее попозже так и так а я вам сейчас покажу кстати нашла покажу вам сейчас две вещи то что я говорила еще одна вещь из Zara это вот эти прозрачные серьги такие шинделье да это именно серьги то есть они застегиваются это надо вставлять в ухо это хорошо я не люблю клипсы не фанат они мне выпадают часто вот очень красивые серьги прозрачные такие да вот на лето мне кажется очень красиво буду носить и серьги из H&M которые также я купила с белой футболкой просто когда зашла в H&M в Ла Море это район где мы жили в этот раз вот такие кольца немножко необычные они как бы сдвоенные да каждая сережка это пересечение двух колец и они мне нравятся тем что знаете мне иногда не хватает таких очень простых таких casual сережек можно сказать более таких спортивных что ли когда например худи джинсы кроссовки я не могу одеть сережки с жемчугом это как бы ну несоответствие стиле вот я могу одеть вот эти сережки кольца и они немножко интереснее чем обычные кольца так еще у меня две покупки из марго это были покупки заказанные онлайн также во францию и не спрашивайте меня почему я заказала потому что эти вещи по моему уже есть на нашем сайте но просто когда я заказывала их не было пластиковый пакет по мотивам слин но честно говоря это конечно стыд отдавать даже 15 евро за пластиковый пакет вот цена вот этой сумки там внутри еще такой вкладыш ну как бы такая еще одна сумочка черная вот уже не говоря про цену селин но окей мода есть мода я его ни разу не носила даже не уверена что я его хоть раз выгулю но я подумал что может быть для фотографии или каких-то лей-аута какой-то стилизации это может быть интересно в принципе он красиво плотно видите он так красиво бликует на нем надпись такие вот как именно да она бывает на вещах там не гладить не то нет вот он неплохого качества хорошо что как бы с вот эти вот швы у него сделано не знаю посмотрим такая скажем так модная блажь вот и вторая вещь и из ченема французского это вот эти очки они у меня уже были в луке из париже это вот такие кошки абсолютно вот как бы без оправы бледно-розового такого цвета мне кажется они мне очень идут но тоже учитывая стоимость и в принципе они неплохо сделаны у них даже по-моему какая-то у вас защита есть ну или хочется в это думать много их не буду носить но пару раз когда пасмурная погода и там для фото очень смотрите вот как бы даже блузка хорошо сочетается в общем неплохая тоже покупка был у меня еще один заказ и чена не чена мазин тиманга но он поехал обратно там такая история заказала может быть увидели такого как раз такого карамельного цвета брюки кожные я заказала во францию то есть они как раз появились там они стоят 179 евро я заплатил 10 евро за супер ультра самую быструю доставку в итоге они приехали через четыре дня я просто их взяла положила чемодан и уехала в аэропорт я ходила в москве они сразу же порвались там не как бы кожа мягкая как масло но может быть в моей паре не знаю мне не повезло какая-то не очень хорошая выработка то есть она тонкая слишком в общем долго я вела переговоры с французским манго они сказали надо их прислать обратно я говорю ну я буду выслать дейчелем я в россии в общем они поехали обратно так что вот этой покупки здесь нет и слава богу надеюсь что эта эпопея закончится хорошо так ну и вторую часть уже более дорогие бренды и как раз покупки самого ну точнее это были уже покупки из парижа да но я имею ввиду из каких-то бутиков парижа я пока покажу вам в следующий раз вот а на сегодня мы пока попрощаемся пока пока